Территория Коробовского района Территория Коробовского района обладает уникальным набором ландшафтных комплексов и сосепной зоны, характеризующих чередование лесов с сосепной флорой и фаузой. Это вызывает неподдельный интерес у жителей. Веринский барокко является особым значимым природным ресурсом Коробовского района, так как имеет статус памятника природы. Одна из центральных проблем сохранения памятников природы – это определение мер по сохранению этих уникальных природных объектов и комплексов для потомков, а также изучение динамики численность видов растений и животных. Поэтому тема моего исследования явилась изучение особенностей естественного возобновления древесных пород растений на территории памятника природы Веринский барокко. Поскольку основной лесообразующей породой Веринского барка является сосна обосновенной, я решила свое внимание остановить на изучение подростков именно сосны. Определить цель своего исследования и задачи, уточнив объект и предмет исследования, я приступила к реализации первого этапа. Посетив школьную и сельскую библиотеку, к сожалению, литературы по теме исследования я практически не нашла. Поэтому основным источником получения необходимой мне информации стал мой друг интернет. Изучив литературу, я скорректировала методы своего исследования. Когда я первый раз пришла в Бор, решив провести инвентаризацию подростка и разбив площадку площадью 100 квадратных метров, я поняла, что не зная, как учесть все и что нужно учитывать, у меня ничего не получилось. И я сделала для себя вывод. Невозможно провести инвентаризацию подростка не имеет четкого алгоритма или таблицы. Я разработала полевую карточку инвентаризации естественного прироста сосны обыкновенной. Пользуясь этой карточкой, я провела инвентаризацию подростка сосны на трех участках памятника природа, а также сумела дать оценку жизненного состояния на популяции подростка. Все это позволило сделать мне вывод, что естественное возобновление сосны обыкновенное более сильно идет на верхней террасе реки, а на нижней террасе подростка гораздо меньше и он менее жизнеспособный. И этому я нашла объяснение, которое обосновало результаты своего исследования. Я обнаружил закономерность подростка больше там, где раньше проходила даница территории Борка, которые ограничивали полосой походы. Моя гипотеза подтвердилась естественное возобновление сосны обыкновенной на территории Беринского Борка приведет к увеличению площадь памятника природы. Этот процесс может подходить более продуктивно, если на ряду с естественным стихийным возобновлением будет иметь место естественное предназначенное путь, возобновление сосны рядом с границей памятника природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова